Друзья, пришла с работы, а вот здесь меня ждет вот такая вот беда. Смотрите. У меня пропала орхидея. Она сгнила. Я думаю, что ее уже не спасти. И хотела, конечно, сначала, думала что-то с ней сделать, но внимательно присмотревшись. Так, что такое? Успотерился, но внимательно присмотревшись, вот там вот, если видите, под желтым тоже как-то что-то темнеет. И я вот, скорее всего, думаю, что она уже тоже там все прогнило, потому что, видите, все желтое. Листи как бы уже, видите, вот он, мне ничего делать не надо, он сразу отвалился. Ничего, наверное, не буду делать, уже поздно с работы пришла, поэтому ничего не буду делать. Но вот тут вот видно, что она просто гниль пошла от шеи. Вот и все, вот видите, тут все темненькое, темненькое. И думаю, что уже я ничего с ней не сделала, потому что, вот, посмотрите, ничего не делала, а листы просто отваливаются сами. Один отвалился, и вот второй. Они просто начали желтеть. Вот этот тоже уже вот ничего не делал, а вот, видите, уже трещинка у него. И он такой вот, хлипкий-хлипкий, потому что видно, вот здесь все темное по низу. Все темное. Просто. На первый взгляд, вроде тут, да, все светленько, но там видно, что оно просто так легко отваливается, что даже никаких усилий. И просто даже вот я, вот этот первый лист вообще, я пришла, быстренько готовила кушать, повернула голову и смотрю, и... А лист уже вот полу висит, полу отвалился. Я только до него вот так вот, до горшка дотронулась, и он упал. Вот такая вот беда ждала меня сам сегодня дома. Знаете, что самое обидное во всем этом? Что это орхидея я приобрела в ноябре 2018 году, и она у меня еще ни разу не цвела. Я ее цветение так и не видела. И не знаю, по сорту, не по сорту, насколько она красивая. Фотография, да, при заказе была очень красивая. И за что я ее и купила, очень хотела эту орхидею. Но так я ее дома, домашнего цветения и не увидела ни разу. Не знаю, как она цветет, понравилась ли она мне бы. Ну, хотя я думаю, что понравилась бы, я все орхидеи люблю. Вот такая вот беда, не знаю. Посмотрю потом, конечно, будет выходной. Посмотрю ее поближе. Но вроде корни есть, посмотрите, зеленые достаточно, корни есть. Вот что такое, я ее три раза пересаживала, но она так и не зацвела. Друзья, продолжаю рассказ про орхидею. Все сделаю, наверное, в одном видео, потому что, ну, что, первое вот это вот, продолжаю, как говорится. После работы я тогда ничего не делала. Прошло вот пару дней, вот выходной. Продолжаю монопуляции уже с остатками от этой орхидеи. Выбрасывать, естественно, пока что ничего не буду. Остался пенечек, решила его обработать максимом. Ну, не знаю. Может быть, даст детку, посмотрим. Потому что, ну, мало ли что, может, деточка будет. Потому что все равно жалко так орхидеюшку. Вставлю фотографию вам обязательно, как должно было быть цветение этой орхидеи. И, как я уже сказала чуть раньше, я не видела цветение этой орхидеюшки. Так я и не увидела ее цветение. Очень, конечно, жалко. Поэтому буду надеяться на детку. Заодно обработала шейку вот у этой орхидеюшки. Ой, а где же бирочка нашла? Сейчас вернусь и вам расскажу. Заодно обработала шею вот этой орхидеюшки. Это стюартиана. Ее буквально вот в этом предыдущем видео ее пересаживала. И мне не понравилось, что у основания появилась какая-то чернота. То есть, очень меня это насторожило. Поэтому я взяла ее и обработала максимом. Чтобы никакой мне гнили и плесени не было. Вот здесь водичка у меня находится внизу. Буду продолжать наблюдение за вот этим пенечком, за вот этой красотой. Надеюсь, что я ее не потеряю. Уже я ее, как говорила, заказывала второй раз. Поэтому я очень хочу, чтобы она выжила. Надеюсь, Максим сделает свое дело. И сейчас еще немножко все-таки нотка будет позитива. Потому что зачем все о плохом да о плохом. Есть и хорошее что-то. И сейчас я вам покажу еще те две малютки, которые я показывала в этом видео, когда сажала те малюточки из фласки. В общем, долго не разговариваю. Несу их. Так, на задний план. Итак, одна прям вот мне шикарно прям нравится. Одна деточка. Так, давайте фокус ловись. Одна деточка. Посмотрите на эту конфеточку, какие она выпустила корнюхи. Вот там вот под листочками, просто я не очень не знаю, как показать. Вон, видите, тоже корень длинненький. И вот там вот тоже корешочек. Оно вот этот особенно такой вкусненький, такой зелененький растет. Вот такая вот красота. Тургор стал лучше у этих листочков. В общем, поместив вот в такой вот стаканчик с керамзитом, и тогда я их полила вот тем коктейлем замечательным, и я думаю, что... Теперь у меня, кстати, появилась надежда, что вот эти малютки из фласки все-таки выживут и вырастут. Вторая чуть-чуть похуже, ну, в плане похуже корней, но она, тургор у нее прям шикарный. Листочек чуть-чуть подрос. Ну, и на шейке вот здесь видно, еле-еле пробивается все-таки корешочек, но он еще маленький. Ну, я надеюсь, все-таки он осилит, пробьется, и она пойдет в рост. Ну, у нее здесь подлиннее просто корешочек, и он, видимо, пока что ей дает силы и дает возможность пить водичку и пока еще жить и существовать. Ну, в общем... Так, и еще, и еще хочу вам заодно показать, похвастаться тоже, кстати, очень замечательными результатами после пересадки. Посмотрите на это чудо. Если вы, кто смотрел, кто не смотрел, ссылку оставлю, посмотрите. Ага, и пересаживала вот эти вот котлейки. Одна и вторая. С небольшим промежутком. И вот эта вот похуже прям. Она, у нее вообще там корней нету. Вот такое вот чудо. Посмотрите, здесь росточек. Где еще? Где еще? Вот здесь за палочкой росточек. Вот он. И вот такие красивущие, вот такие красивущие корни. Вот видите? Вот такая вот красота. Прям любуюсь. Вот было тогда два вот таких вот отросточка. И вот один все-таки пропал. И сейчас вот пошли корешочки и росточки. Вот такая вот красота. И второе, вторая котлеюшка. Она была получше себя чувствовала. И вот тоже у нее, посмотрите, какие корни полезли. Вот там вот, и вот там вниз полезли белые вот те красивущие корни. В общем, мне нравится, как они себя чувствуют. Что полезли корни, полезли росточки. Единственное, вот я не знаю, так должно быть или нет, что листья вот они скручиваются и как бы желтеют. Вот не знаю. Это нормальное явление или что-то все-таки не хватает? Подскажите мне. Ну, в общем, похвасталась вот такими вот результатами своих красоток. И очень этому рада, в принципе, все-таки. Ну, конечно, расстроена из-за этой красоты, что она пропала. Ну, а в общем, в принципе, есть такие, которые и радуют результаты. Очень этому рада. Буду дальше продолжать, буду дальше их выхаживать. Вы тоже оставайтесь со мной. Кому интересно, что будет дальше с этими орхидейками и как бы быстро они зацветут. В общем, на этом видео завершаю. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо. Всем пока. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok